МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также единство и борьба. В Украине в день не случившегося вторжения прошел День единения. В стратегии госбезопасности страны Россию назвали угрозой. В заявлениях и действиях противостоящих сторон разбираемся в ближайшие полчаса в нашем эфире. Итак, в начале недели, на середину которой в Вашингтоне прогнозировали вторжение России на территорию Украины, президент Байден в телевизионном обращении к согражданам и к россиянам заявил, что атака на Украину все еще остается возможной, подчеркнув, что Белый дом не видит оснований доверять официальным сообщениям Москвы об окончании учения и отводе войск от границы с Украиной. Напомню ранее, Минобороны Российской Федерации сообщила о том, что подразделения западного и южного военных округов начинают возвращение в свои воинские гарнизоны. Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что остальные учения завершатся в скором времени. На этом фоне Джо Байден, не убежденный заявлениями российских официальных лиц, в своем выступлении напрямую обратился к российскому народу с предостережением о том, что агрессия против Украины может обернуться, цитата, кровавой и разрушительной войной. Впрочем, американский президент оставил шансы и дипломатии, подчеркнув, что готов к продолжению дипломатических контактов с Москвой на высшем уровне, чтобы разрешить проблемы в сфере безопасности. При этом уже вслед заявлению президента США Госдеп заявил, что Россия не идет на деэскалацию ситуации, а наоборот стягивает дополнительные войска границы с Украиной. Неприходящую обеспокоенность возможностью пока не произошедшего вторжения, шансы на дипломатию и конфликтующие повествовательные линии сторон я попросила прокомментировать наших экспертов. Я бы сказал, даже одна линия билась с ничем. Ей соответствовала некая пустота. Знаете, это линия, которую начинала американская пресса, которая подхватила британская. И такое впечатление, я просто как обыватель тут даже говорю, не как историк, что когда не хватало дровишек, к нам туда их подбрасывали каким-то образом. А вот еще интеллигенс, сообщение разведки, а вот еще там какой-то вскрыт план, что Царев будет царствовать в Киеве. Это все было чрезвычайно любопытно наблюдать, но с другой стороны, со стороны Кремля, не знаю, России, там такое было, тут-то гул просто, тут гигантская стая взлетела и кружила. А там сидела какое-то такое впечатление, какая-то одна собачка и говорила тяф-тяф. И очень как-то вяло. И вот это вот мое ощущение. Причем этот гул, в который вливалось все больше и больше, там, я не знаю, немецкие газеты, итальянские, французские, я как-то почитываю это время от времени, смотрю, они тоже присоединились. Я считаю, что ни Россия, ни Владимир Путин не заинтересованы в полномасштабном вторжении в Украину. Такие действия были бы катастрофическими не только для Украины, но и для самой России. Но я считаю, что тот факт, что обе стороны готовы к ведению переговоров, это очень хороший знак. Я отношусь к числу тех людей, которые выступали против расширения НАТО и методов, которыми это осуществлялось. Я думаю, что в интересах Соединенных Штатов и в интересах НАТО очень четко прояснить, что вероятность того, что Украина или Грузия когда-либо получат право вступить в Альянс, очень мала. Пока в этих странах будут иметься те проблемы, которые существуют сегодня, они не соответствуют требованиям члена НАТО, и это очевидный факт. Поэтому я надеюсь, что этот вопрос удастся уладить в рамках реалистичных ожиданий. Как я уже говорил, я действительно не понимаю, зачем российскому лидеру могло бы понадобиться вторжение в Украину. Одновременно с этим мы понимаем, что у России есть интересы, касающиеся безопасности, и нельзя исключать потенциальную возможность интервенции, похожие на те, которые Соединенные Штаты осуществляют в других странах, особенно близких к нам. Но мне кажется, что мы должны понимать, мы все должны понимать, что это очень опасно, когда ядерные державы вступают друг с другом в военную конфронтацию. Я работал в американском посольстве в Москве во время Карибского кризиса и был свидетелем того, что тогда происходило. Совершенно понятно, что если мы прибегнем к военным методам, мы себя подвергнем очень большим рискам. И такое поведение будет безответственным для каждой из сторон. Вообще-то, как мне кажется, вполне понятно, что текущие проблемы, возможно, решить дипломатическим путем. И я очень рад, что дипломатия, несмотря ни на что, пока продолжает работать. Джефф, создается впечатление, что в ситуации с Украиной мы подошли к какой-то кульминации. Хотя, может быть, это только впечатление. Российские официальные лица говорят, что Москва отводит войска, что военные учения окончены, но ни Вашингтон, ни НАТО не убеждены в том, что это правда. Прежде всего, хотела бы спросить, звучат ли для вас аргументы России убедительными? И что нужно сделать Москве для того, чтобы попытаться убедить западных союзников в том, что угрозы вторжения, как говорят в Кремле, нет? Для меня это звучит абсолютно неубедительно. Когда Россия говорит, что отводит войска, надо понимать, какое количество войск она отводит и куда эти войска перебрасываются. Недостаточно лишь сказать, что учения окончены и что войска отводятся. Если проанализировать передвижение некоторых сил, которые участвовали в учениях, можно увидеть, что их база находится ближе к украинской границе, чем место проведения учений. Поэтому надо смотреть на происходящее глубже и подождать, и понять, будет ли отведено много войск от украинской границы. Например, есть подразделения, которые обычно базируются недалеко от Москвы. Они были переброшены к украинской границе одними из последних. Если я увижу, что эти подразделения возвращаются домой, то это, наверное, важно. Если я увижу, что крупные подразделения из восточного военного округа, многие из которых сейчас находятся в Беларуси, начнут возвращаться домой, меня это убедит сильнее. Но то, что происходит сейчас, выглядит так. Почти 70% военной мощи России сосредоточено в данный момент на границе с Украиной. Поэтому перебрасывание лишь нескольких подразделений меня ни в чем не убеждает. У меня есть разные идеи на этот счет, но я возвращаюсь к вашему вопросу. Я очень скептически смотрю на нынешнюю ситуацию и не считаю, что произошли какие-то фундаментальные изменения. Мне кажется, что эти действия Кремля направлены лишь на то, чтобы разубедить всех в том, что Запад был прав в своих оценках происходящего и прогнозах об угрозе вторжения. При этом, безусловно, есть разница между концентрацией сил на украинской границе и полномасштабным вторжением, которое предсказывалось, ожидалось и даже назывались конкретные даты. Даты эти, впрочем, постоянно сдвигаются. Почему? На границе с Украиной уже в течение нескольких недель находится такое количество российских войск, которого достаточно для вторжения. На этой неделе произошла кульминация событий потому, что там собралось такое количество войск, которое, по их мнению, им необходимо для вторжения. Я думаю, что событие задерживается, потому что российское руководство старается разубедить всех в прогнозах Запада. Я имею в виду то, что в течение последних двух недель правительства западных стран постоянно говорили о том, что Россия вторгнется в Украину. Некоторые страны начали закрывать свои посольства и вывозить персонал. Все говорили об ожидаемом российском вторжении, а сейчас российское руководство делает вид, что хотело бы возобновить переговоры. Однако одновременно с этим они подчеркивают, что на переговорах им не удалось добиться желаемых результатов. Если им удастся протянуть переговоры несколько дольше, а после этого перейти к военным действиям, это все равно изменит тон. И российское руководство тогда скажет, смотрите, мы пытались провести переговоры с Америкой несколько раз, но безуспешно. Джефф, вы уже много лет специализируетесь на России. С практической точки зрения, зачем Кремлю захватывать Украину? Сейчас или позднее? Я думаю, что ситуация накалилась до критического уровня. Некоторые из последних причин, возникшие в течение прошлого года, заключаются в том, что Путин понял, что Украина не заинтересована в соблюдении Минских соглашений. НАТО и Соединенные Штаты продолжают предоставлять помощь, обучать и развивать военную инфраструктуру в Украине, или как минимум, так считает Россия. А также Соединенные Штаты и НАТО увеличили свое присутствие в Черноморском регионе. И в какой-то момент, я помню, что это было в декабре, Путин представил два соглашения на подписание США и НАТО, которые содержали претензии за последние 20 лет. Я думаю, что Украина только усилила все предыдущие факторы. И сейчас, как мне кажется, российское руководство считает, что Украина превратилась в серьезную проблему, которую они должны решить. Но Россию уже предупредили о возможных серьезных последствиях в случае вторжения. Вы считаете, что Москва не может в данной ситуации рационально и трезво оценить риски и последствия для себя в случае военных действий? Я не считаю, что санкции каким-то образом повлияют на сложившуюся ситуацию. Во-первых, российское руководство считает, что они могут пережить эти санкции. У них есть внутренние ресурсы, запасы, и они в состоянии пережить это. Во-вторых, они считают этот вопрос жизненно важным. Это их главная проблема. И невозможно придумать санкции, которые бы перевесили их ключевую проблему. Невозможно продолжать сдерживать кого-то до тех пор, пока они не сдадутся. Я думаю, что Россия убеждена, что мы создаем военную инфраструктуру на их границе, а это является их основными соображениями безопасности. И поэтому никакие санкции не заставят Россию отказаться от своих планов. Говоря о присутствии американских солдат в Европе, как вы считаете, что дальше произойдет в этом плане? Мы знаем, что президент Байден одобрил отправку определенного контингента войск для укрепления восточного фланга НАТО. Вы считаете, что возможен сценарий, при котором американские войска окажутся в Украине? Нет, я думаю, что президент Байден заявил достаточно четко, что мы не пойдем туда и не будем ни сражаться в Украине, ни сражаться за Украину. Мы там находимся для того, чтобы поддержать Украину. Войска, в принципе, отправляются в страны НАТО для оказания поддержки нашим союзникам. К этому нужно подходить прагматично, потому что этот конфликт может развиваться по-разному в случае российского вторжения в Украину. Столкновение может произойти и не на территории Украины. Если это произойдет, то этот шаг сделает Россия, а не Соединенные Штаты. Абсолютно ясно, что Соединенные Штаты не хотят войны с Россией. Один из очень плохих возможных сценариев — это если санкции породят нестабильность в Москве, а Москва, в свою очередь, развяжет конфликт, чтобы мы отказались от санкций. Это лишь один гипотетический сценарий, но есть риск возникновения самых разных осложнений, особенно когда такие силы сконцентрированы и наблюдается такая военная активность. В этом месте может произойти даже непреднамеренная эскалация. Мы просто ведем себя очень осторожно и заявляем, что мы должны защищать своих союзников. Эта ситуация очень опасная, и поэтому мы должны отправить дополнительные войска для поддержки НАТО. Джефф, как военный аналитик, как вы оцениваете то количество вооружения, которое было уже поставлено Украине? И как это может изменить оценку России ситуации и повлиять на всю систему безопасности в Европе? Я думаю, что военная помощь Украине повысит издержки, которые могут понести российские вооруженные силы. Я не думаю, что это изменит курс событий или баланс сил до такой степени, чтобы Кремль решил изменить свои планы. У российской армии огромные преимущества по сравнению с украинской армией, даже после предоставления военной помощи Украине. Конечно, российская армия должна будет учесть этот фактор, так как их военные операции станут более затратными. Но я думаю, что этого недостаточно для того, чтобы изменить планы Путина, если он решил вторгнуться в Украину. Джефф, я хотела бы обсудить с вами официальную риторику Киева. Там больше не считают российское вторжение неизбежным. Президент Украины несколько раз призывал прекратить панику и нагнетание атмосферы. Почему оценки вероятности вторжения американскими и украинскими разведслужбами так сильно отличаются? И как можно объяснить изменения официальной риторики Киева в данном контексте? Тут несколько факторов. Во-первых, руководство Украины и вся Украина в целом уже на протяжении нескольких лет наблюдает разные обострения на границе. Это можно сравнить с фоновым шумом, который становится таким громким, что уже невозможно почувствовать разницу и понять, что нынешние учения сильно отличаются от всех предыдущих. Частично это связано с тем, что мы, конечно, делимся некоторыми разведданными с Украиной, но мы не можем им рассказать все, что нам известно. О возможности украинских разведслужб несравненно меньше, чем американских или НАТО. Поэтому мы больше знаем о российских войсках, чем украинцы. Во-вторых, как мне кажется, президент Зеленский не хочет подстрекать Россию к вторжению, не хочет раздувать огонь еще сильнее. Может быть, он считает, что если он спокоен, это остановит российское вторжение. Но есть старая поговорка, что надежда — это не метод. Я критически отношусь к украинскому подходу в этой ситуации и считаю, что если просто надеяться на то, что Россия не совершит вторжение, это не уменьшит риск вторжения. Я считаю, что Украине нужно сконцентрировать свое внимание на подготовке хорошей обороны. Стоит отметить, что к концу недели обострилась ситуация на Донбассе. Украинские военные и представители непризнанных ЛНР и ДНР обменялись обвинениями в проведении обстрелов на линии прекращения огня. О днем ранее в Украине по инициативе президента страны был организован День народного единения. О символизме происходящего и практических последствиях ожидания российского вторжения для Украины я говорила с экс-депутатом Российской Госдумы, живущим сегодня в Киеве, Ильей Пономаревым. Вообще, в чем состоял посыл этого праздника, не праздника, но вообще этой акции, если возможно сказать? И демонстрирует ли это в какой-то степени начало расхождения повествовательных линий, в частности, Киева и Вашингтона в том, что касается угрозы российского вторжения? Я бы сказал, что наоборот, скорее, Зеленский судорожно пытается как-то эти линии сблизить, потому что все же в Украине понимают, что Соединенные Штаты являются главным союзником. В то же самое время весь накал страстей, который происходил последние два месяца, ну, они очевидным образом наносили колоссальный ущерб украинской экономике, и главное, что все военные, эксперты в стране, там, политики, они все говорили, мы не понимаем, что происходит, потому что украинская разведка не подтверждает никакой реальной угрозы, аналитика считает, что у Путина недостаточно сил, чтобы напасть, что издержки от этого нападения будут многократно превышать любые возможные плюсы, и там, даже если, грубо говоря, пойдет поход и захватит Киев, то что он дальше с ним будет делать? Российская армия будет втекать кровью, получит в тылу партизанскую войну, и для Путина это будет суицидальное совершенно действие, и поэтому Зеленский все время пытался сыграть на успокоение, он все время там говорил бизнесу, инвесторам, ребята, успокоите, все будет хорошо, стараясь как бы явно не противоречить Западу, но в то же самое время говорить там тихо, будьте спокойны, но это все, во-первых, это настолько сильно входило в противоречие с тем, что пишется в западной прессе, что дальше это терпеть было уже невозможно, особенно последние две недели, когда там уже начался просто массовый исход из Киева, люди читают, New York Times, слушают фонпост, слушают заявления политиков, и приходит ужас от всего этого, они перестают верить своим собственным политикам, и ну вот, чтобы поставить какую-то в этом смысле, ну если не точку, то точку с запятой, Зеленский выбрал вот тот день, когда, значит, все говорили, что будет нападение, были уверены, что нападения не будет, значит, ну и чтобы поставить эту символическую точку, окей, вот сегодня, значит, мы там оставляем все разногласия в прошлом, объединяемся, единая нация, в конечном итоге, именно когда украинцы едины, это лучший отпор любому агрессору. И учитывая тот факт, что планы, вернее, как прогнозируемая дата вторжения, она все время отодвигается в любом случае, да, вот на этой неделе потом говорили, что до окончания Олимпиады, ну потом вот теперь говорят, что возможно после окончания Олимпиады и далее, и далее, и далее. Бизнес вообще сколько может выдержать такого состояния постоянной подвешенности или в какой-то момент это уже не будет восприниматься так, как это воспринялось сейчас, и все эвакуировались, как это вообще будет происходить, вот по твоей оценке? Нет, дальше уже будут смеяться, конечно, ну то есть это все из разряда последнего китайского предупреждения. Нет, я очень благодарен как раз последней серии утечек, которые наконец поставили четкие даты, да, там 15 февраля, 16 февраля, там Салливан сказал про 20-е, значит, окончание там Олимпиады и так далее, ну все, да, то есть вот значит эти даты все пройдут, естественно ничего не произойдет, и после этого все скажут, ну ладно, да, потому что ждать этого бесконечно нельзя, то есть до этого все-таки Вашингтон говорил, что они считают опасный период до момента наступления весенней распутицы, которая в целом должна наступать в апреле, и это было гораздо дольше, соответственно, по времени, но на самом деле сейчас погода в Украине достаточно теплая, и особенно там на востоке Украины, в районе Донбасса и так далее, но и в центральной Украине сейчас там плюс 4, плюс 5, вот, и поэтому как раз, в общем, этот фактор говорит о том, что, наверное, военный сезон надо закрывать. А вот можно сказать, что этим Днем Народного Единства, которые отпраздновали, выдохнули каким-то образом, ну, по крайней мере, те, кто находятся внутри Украины? Ну, да, но во всяком случае вот все комментарии, которые есть, публичные, они именно в этом ракурсе и происходят, потому что мы же говорили, что ничего не произойдет, вот, значит, ничего и не произошло, просто реально вот настроение такое, но все-таки вот действительно, украинская элита, она очень сильно прозападная, да, как бы критиковать тяжело, да, Запад в этой ситуации, но вот сейчас просто всем очень хочется. И вот тут все вот просто извиваются, да, относительно того, как пройти между Сылой и Харибдой и, значит, не испортить отношения, но в то же самое время все-таки людям сказать успокойтесь. Если мы перенесемся в Москву, начали уже про Путина, много говорили на этой неделе о думской инициативе, депутаты обратились к Путину с просьбой признать ЛНР и ДНР, поскольку ты хорошо знаешь, как функционирует Дума, откуда вообще у этой инициативы растут ноги и чего стоит ожидать в этом смысле? Ну, ноги растут из желания депутатов попиариться, в общем, все живые люди, и когда такой, значит, скоростной поезд мчится вперед, все хотят сопрыгнуть на подножку последнего вагона, что, соответственно, вот товарищи из Компартии решили и сделать. Но почему им дали это сделать, и довелась эта вся процедура до конца, более того, коммунисты, чтобы получили голоса «Иди за Россию», без этого они не смогли бы провести это постановление. Тут, я уже думаю, в ход вступает такое соображение, что Путин хочет, чтобы у него было все как у взрослых. Вот он, значит, хочет, чтобы Байден, когда ему звонил, он же говорит Байден, что Путин делай то-то, а то будут санкции. Путин говорит, а вы не налагайте санкции. Байден говорит, а я не могу не налагать санкции, у меня Конгресс, который на меня давит. А теперь Путин говорит, ну видите, а у меня, он дума, которая на меня давит. Вот оппозиция внесла соответствующий законопроект, а что я могу поделать? Я-то разумный человек, я спокойный человек, а посмотрите, с какими сволочами мне приходится работать, и Байдену будет нечего ответить. Стоит отметить, что Владимир Зеленский назвал решение Госдумы ходатайствовать о возможности признания ДНР и ЛНР повышением России ставок. Он заявил, что минские соглашения были составлены бездарно, а также отметил, что официальный Киев никогда не пойдет на прямые переговоры с представителями сепаратистских властей на Донбассе. При этом к концу недели власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о начале масштабной эвакуации населения в Россию в связи с ожиданиями наступления украинской армии, приказ о котором якобы должен поступить из Киева. В Киеве опровергли сообщение о подготовке наступления, в свою очередь заявив о том, что российская сторона готовит на Донбассе провокацию для того, чтобы обвинить Украину в совершении терактов. Президент США, в свою очередь, в пятницу также высказался на тему обострения ситуации. Джо Байден выразил уверенность в том, что Киев не готовит наступление на Донбассе, поскольку, цитата, это бы отрицало любую логику и подчеркнул, что обострение, на его взгляд, связано с подготовкой России, операцией, которая создаст предлог для начала наступления на Украину. В ответ на вопрос, считает ли он, что Владимир Путин принял решение о наступлении, американский президент ответил утвердительно, уточнив при этом, что шансы для дипломатии остаются и отметив, говоря о российском лидере, цитата, «тяжело понять, что у него на уме». Конец цитаты. Джо Байден также заявил, что на 24 февраля намечена встреча в Европе госсекретаря США Тони Блинкина и главы МИД России Сергея Лаврова. Но если Россия вторгнется, встреча не состоится, резюмировал Байден. Мы продолжаем следить за развитием событий, дальше больше. Это «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Смотрите нас каждые выходные на канале «Настоящее время». Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин